Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В 30-летию победы в отечественной войне народа Абхазии Абаза ТВ продолжает трансляцию специальных проектов. Никто из представителей власти на встречу не перешел в наш видеоотчет заседания оппозиционных сил, куда были приглашены главы МИД и администрации президента. А свидетельствование подсудимого Беслана Фганла отложено в Росудебной медицинской экспертизе и не предоставило специалистов для проведения процедуры. Начнем с международной повестки дня. Днем во вторник Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Ведомство сообщило, что командование миротворческого контингента Российской Федерации проинформировано о начале этих мероприятий. Удары, по сведениям Минобороны Азербайджана, наносятся только по военным объектам. Гражданское население и инфраструктурные объекты не атакуются. Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия, вернуться на путь политико-дипломатического регулирования. МИД Франции потребовал созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе. Ведомство также обратилось к властям Азербайджана с призывом немедленно прекратить боевые действия в Карабахе и соблюдать международное право. Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойву Клар заявил о необходимости немедленного прекращения огня в Нагорном Карабахе. Диалоги между Степанакертом и Баку. МИД Армении назвал операцию Баку по восстановлению конституционного строя агрессии против народа Карабаха. Никол Пашинян созвался в заседании Совбезом Армении в повестке развязанной Азербайджаном масштабные военные действия в Нагорном Карабахе. К новостям Республики. Комиссия по подготовке к празднованию 30-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии под председательством вице-президента Бадры Гонба выработала и утвердила план государственных мероприятий на 27 и 30 сентября 2023 года. В состав комиссии входят руководители и представители свыше 20 ведомств, задействованных в разработке плана мероприятий, а также в организации мероприятий. Проекты постановления об объявлении амнистии в ознаменовании 30-й годовщины Дня Победы и независимости Республики Абхазия 30 сентября 2023 года. И о порядке применения постановления Народного собрания парламента об объявлении амнистии в ознаменовании 30-й годовщины Дня Победы и независимости рассмотрели на заседании Комитета Народного собрания по государственной правовой политике. В заседании приняли участие приглашенный председатель Верховного суда Саида Будба, генеральный прокурор Радгура Аграба и заместитель министра внутренних дел Тангис Нормания. По окончании обсуждения данных проектов постановлений участники заседания решили провести их дополнительное изучение и представить в парламентский комитет свои предложения в ближайшее время. На базе ТВ продолжается проект трансляции хроник Отечественной войны народа Абхазии, подготовленный военным корреспондентом Тали Джапуа. В нашем вечернем эфире смотрите третий документальный фильм Тали Джапуа о сентябрьской наступательной операции на Гумистинском фронте. А базе ТВ продолжает документальный фильм, посвященный работе СМИ на Восточном фронте во время Отечественной войны народа Абхазии. Мы выпускали специальные спецвыпуски, которые выпускались совместно со штабом, с руководством и так далее. Это были такие специальные выпуски, где рассказывали, как оборонялся город, кто что организовывал, кто воевал, да, вот такие вещи. Мы старались писать о людях, но тоже были некоторые моменты такие, когда вот в самом начале войны еще называть фамилии, имена не хотели, потому что эти газеты попадали потом и за пределы города тоже. Вы знаете, как во время войны всем, ну вот, обычно боялись называть фамилии, имена, потому что у кого-то родственники в Сухуми, у кого-то в Ачимчирах, у кого-то еще где-то, и это могло повлиять на их безопасность. Поэтому было мало такого вот. Не могу не сказать, есть, по-моему, две статьи Дюмы Ахуба, он после того писателя, вы знаете, надеюсь, после плена был на восточной стороне, вот, и одна из его статей, когда убивают за фамилию. Это как раз просто ее читали, и все плакали, потому что это, ну, а я ее запомнила, потому что это о моем родственнике, Миро Цисхладзе, жившем в селе Атара. Его убили реально, просто жутко убили за то, что он Цисхладзе и за то, что он Абхаз. Третья часть фильма «Бойцы информационного фронта» откварчал в нашем вечернем эфире. Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс запустил проект «Письмо». Он объединяет письма участников и свидетелей войны, адресованные родным и близким. Историю военных лет зачитывают сотрудники ВАГ. Смотрите выпуски проекта «Письмо» в нашем эфире. Никто из представителей власти на встречу не пришел. Ранние общественные организации, политические партии, форум народного единства Абхазии, Абсны, республиканские общественные организации АРО, наша столица, АНД, Ахет Саамта, деятели культуры, науки пригласили к открытому диалогу министра иностранных дел Инна Алла Арзенба и главу администрации президента Абессалума Кварчи. Открытое для СМИ заседание прошло в Сухуме 19 сентября. К большому сожалению, в преддверии нашего величайшего праздника нам приходится здесь собираться и говорить, и разговаривать на темы далеко не праздничные. К огромному сожалению, это так. Мы не хотели вообще в таком формате, мы хотели, чтобы политический сезон, так называемый, все-таки начинался после Дня Победы и так далее и тому подобное. Но определенного рода события и действия властей, они нам не позволили не реагировать на то, что происходит в стране. Наша встреча для широкого обсуждения назревала уже давно. Но праздничный юбилейный день нашей победы позволял нам выдерживать определенную паузу. Но триггером, спусковым механизмом нашей встречи послужили выступления министра иностранных дел, где он огульно осыпает оскорблениями всех, от частного переходя к общему. Вот слушая такого деятеля, у наших друзей и недругов, которые не владеют обстановкой в Абхазии, складывается впечатление антироссийского настроя в нашей республике. Для чего нам проводить лекции о том, что вода у нас мокрая, а небо голубое? Ведя отчет со встречи общественных и политических сил, журналистами смотрите после выпуска новостей. Секретарь Совета Безопасности Абхазии Сергей Шамба накануне прокомментировал об сны медиа приглашение к открытому диалогу в адрес главы МИТЭНа Ларзенба и главы администрации президента Бессалома Кварча со стороны представителей оппозиции. По инициативе оппозиционных сил было обречение сделано в АГТРК для того, чтобы два представителя власти и два представителя оппозиции могли в эфире прямую дискуссию провести. Вот мы как раз таки с иналом Арзенба пришли на телевидение, но, к сожалению, те люди, которые выступили с инициативой, они как раз и не пришли. И нам пришлось тогда вдвоем, конечно, это полезный разговор состоялся. Вот такие какие-то формы дискуссии, они приемлемы, я думаю. Можно продумать, в каком формате их можно провести, но это должно быть так, чтобы были какие-то равные условия для всех участвующих. В таком диалоге, я думаю, что и министр не откажется, и любой представитель власти готов будет дискутировать. А вот в таком формате, который будет сейчас предложен, это можно говорить, скажем, на уровне политических партий, обсуждать, дискутировать. Это всегда полезно, потому что в нашем обществе много проблем. Мы строим молодое государство, и мы должны вместе его строить. И здесь важно обмениваться мнениями, конечно. Никто не должен утверждать, что только он знает истину последней инстанции. Тут для тех проблем, которые возникают в нашем государстве, для нас всех новые. Мы ведь все эти 30 лет учились всему сами. И в военном деле, и в дипломатии, и в политике, и в внутренней политике. Все это мы первый раз проходили. Поэтому здесь всегда важно было, что у нас был такой конструктивный диалог между властью, общественностью, разными слоями общественности, в том числе и политическими партиями. Резолюция собрания общественности Гудаутского района, прошедшего 14 сентября в Доме культуры имени Дасани, направлена в парламент Абхазии. Тексты резолюции общественности Гудаутского района обращаются к депутатам парламента с призывом отказаться от рассмотрения законопроекта об апартаментах. В среду 20 сентября в Сухуми состоится пресс-конференция представителей Абхазской диаспоры Турции. Участники, как отмечают, организаторы делегированы 55 организациями и объединениями диаспоры и выражают позиции около 100 тысяч потомков махаджиров, проживающих в Турции. Тема – вопрос продажи апартаментов иностранцам. А свидетельствование подсудимого Беслана Бганба отложено, так как Бюро судебно-медицинской экспертизы не предоставило специалиста для проведения мероприятия. Возможно, вопрос будет решен к следующему заседанию. Суд рассмотрел только одно – ходатайство стороны защиты. Заседание будет продолжено 26 сентября. Подробнее Надежда Боровикова. Открывая заседание, председательствующая судья Майя Квициния сообщила, что пригласить врача, который должен, согласно ходатайству адвокатов, освидетельствовать подсудимого Беслана Бганба, не представилось возможным. Суд полагает, что Министерством здравоохранения, куда было направлено судебное поручение, неверно интерпретированы цели и задачи освидетельствования, посчитав, что стоит вопрос о проведении судебно-медицинской экспертизы подсудимого Бганба Беслана Тотовича. И в связи с этим на сегодняшнее судебное заседание проведение освидетельствования Бганба Беслана Тотовича не представляется возможным. Процедура освидетельствования в данном случае – это, по сути, осмотр врачом шрамов и рубцов на теле подсудимого в отдельном помещении. На основе осмотра врач составит акт и представит его участникам суда. Экспертиза – это более сложные исследования с использованием дополнительных средств, таких как рентген или компьютерная томография. Суд продолжит работу над исполнением определения. Адвокат Чкаду отметил, что защита хотела бы услышать заключение врача-нарколога, а не хирурга. Прокурор Руслан Тыркба подчеркнул, что вопросы, которые ставит суд в своем определении, совпадают с вопросами, на которые уже ответили эксперты в рамках судебно-медицинской экспертизы. Поручение министру было направлено с общими базовыми позициями, объяснениями, для чего назначено это поручение. Более конкретно, цели задачи освидетельствования, естественно, будут разъяснены специалисты, который будет приглашен в зал судебного заседания. И ему будут поставлены задачи, и, как сказала коллега, естественно, будут проводиться в целях оценки достоверности показаний под судебного Ганба, которые он давал на прошлом своем заседании. В частности, наличие на его теле, а именно на поверхности правого бедра, рубцов или шанов, схожих с рубцом, имеющимся на наружной поверхности правого бедра, которое являлось предметом судебно-медицинского исследования. Руслан Тыркба подчеркнул, что предстоящее освидетельствование малоинформативно и не будет нести в себе доказательной силы. Три года прошло с момента производства экспертизы судебно-медицинской. Если человек подсудимый нанес себе умышленные, другие, схожие, раны, травмы, травматического, я не знаю, инъекционного хорами, и они будут отличаться от той ситуации, которая была проведена в июне 2020 года, как мы будем... Прокурор подчеркнул, что гособвинение выступает категорически против освидетельствования. Суд напомнил, что данное ходатайство было рассмотрено и удовлетворено в ходе предыдущего заседания. И этап выражения отношения к ходатайству уже прошел. Это ходатайство уже удовлетворено, и оно разрешено судом. Вашу позицию мы тогда уже поняли. Вопрос стоит о процедуре, освидетельствовании, как его произвести. Его сегодня нет, врача нет. А как будет происходить это? Мы вам разъясним, когда будет специалист. Когда? Естественно. Когда будет специалист здесь? Вы и будет участвовать сторона государственного обвинения? Будет участвовать? Мы все процедуры в моменте разъясним одновременно со специалистом вам всем, присутствующим сторонам. Адвокат Игорь Скнарин заявил еще одно ходатайство. В интересах защиты моего подсудимого Ахалая дату я хотел бы, чтобы в судебном заседании был осмотрен его телефон марки iPhone 10, который был у него изъят 30 декабря 2019 года, в момент его задержания, и который находится в следственных органах. для того, чтобы в подтверждении его показаний, как предусмотрено статьей 275 УПК, хотелось бы потом в процессе осмотра этого телефона подсудимый также высказался бы на предмет того, какие показания его действительно подтверждаются именно телефоном, изъятым у него, который находился у него в пользовании на протяжении всего 2019 года. Сторона обвинения и адвокат потерпевших выступили против. Суд, совещаясь на месте, не удовлетворил ходатайство. На имя генерального прокурора будет направлено письмо, в котором будет содержаться информация о том, что было сообщено суду о местонахождении указанного телефона. И по мере поступления информации, ходатайство, наверное, участниками процесса будет заявлено вновь, и суд перейдет к рассмотрению ходатайства. Больше ходатайств у адвокатов не было, поэтому заседание завершилось. Следующее состоится 26 сентября. Надежда Боровикова, Инала Гухава, Абазатова. Информацией правоохранителей задержаны два человека, совершившие кражи чужого имущества. Сотрудники управления угрозыска МВД совместно с оперативниками Гулариповского РОВД задержали подозреваемого в хищении чужого имущества жителя поселка Дранда Лагвилава Джану Атаревича. Лагвилава уже дал признательные показания, похищенное имущество изъято. Подозреваемый помещен под домашний арест. Жителю города Ачимчира Нормании Ромазу Тенгизовичу 96-го года рождения вменяется в совершении преступления имущественного характера в особо крупном размере. Подразделение ОВД по Ачимчирскому району проводит расследование. Нормания заключен под стражу. 15 сентября Сухомский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданина Республики Азербайджан Гусейнова Джейхуна Вилаята Углы. 1981 года рождения за незаконное приобретение, хранение, перевозку с целью сбыта наркотического средства метадон в особо крупном размере, сообщает Генпрокуратура Абхазии. Гусейнов признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей в доход государства. Вину в предъявленном преступлении Гусейнов признал. Порядка 120 грамм наркотического средства изъято у гражданина Узбекистана. Смотрите материал пресс-службы МВД Абхазии. Юсупов Мухаммад был задержан в городе Шухум. Порядка 120 грамм наркотического средства изъято у гражданина Узбекистана. Оперативные мероприятия в отношении подозреваемого в сбыте наркотического средства провели сотрудники ОКОН МВД совместно с СГБ Республики Абхазии. Юсупов Мухаммад Худейнезар Угли. Кристаллы наркотического средства, как установлено экспертами, метадон массой 117,783 грамм, хранил при себе в полиэтиленовом свертке. Не владеющий ни абхазским, ни русским языком гражданин Узбекистана посредством переводчика пояснил, что хотел заработать деньги. Наркотическое средство он хранил, клал и распространял дело из большого пакета, маленькие свертки взвешивал и обматывал изолентой. Реализацию своего преступного умысла гражданин Юсупов осуществлял в домашних условиях в арендованном помещении в городе Сухом, где временно проживал с семьей. При обыске сотрудники правоохранительных органов обнаружили непосредственно фасовочный материал. Разномерные электронные весы, изоляционную ленту также изъяли. В ходе проведения обследования участков местности на набережной Махаджира с участием самого задержанного в потайных местах, на которые указал Юсупов, было обнаружено изъято три свертка. Свертки состояли из отрезков полимерной пленки черного и серого цвета, обмотанных зеленой изоляционной лентой с содержащимся в них кристаллическим светлым веществом, состоящим из порошкообразных частиц и крупных цельных кристаллов разного размера. Общая масса изъятого при личном досмотре у гражданина Юсупова наркотического средства метадон, а также в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий при исследовании мест, ранее сделанных им закладок, составила 119,108 грамм. Последнему вменяется преступление, предусмотренное пунктом В, частью 3 статьей 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Незаконные приобретения, хранение, перевозка с целью сбыта, равносбыт наркотического средства в особо крупном размере. Мухаммад Юсупов заключен под стражу. Расследование проводит Следственный отдел управления внутренних дел по городу Сухум. Традиции культуры. Премьера документального фильма «Абхазская броня» состоялась вечером 19 сентября в культурно-деловой платформе ГУМА. Портрет абхазского воина, элементы и особенности брони, процесс ее воссоздания художником Баталом Джапо, фильм «Раскрывает все составляющие облика средневекового абхазского воина». Картина снята в рамках проекта Всемирного Абхазо-Абазинского Конгресса и объединения Алашера о нематериальном наследии абхазо-абазинского народа Мазара. Режиссер Дауд Логуа. Общественная палата приглашает женщин, участниц боевых действий Отечественной войны народа Абхазии на торжественную встречу, приуроченную к 30-й годовщине Дня Победы и независимости Республики Абхазии. Встреча состоится 22 сентября в 11.45 по адресу город Сухум, улица Лакоба, 109, зал торжеств гостиницы Интерсухум. 25 сентября в стенах Национальной библиотеки имени Ивана Папаскир пройдет 10-й юбилейный международный арт-фестиваль «Прогулка по набережной». За годы проведения фестиваль стал традиционным мероприятием, знаменательным событием их культурной и общественной жизни Абхазии. Главное предназначение фестиваля, конечно же, популяризация чтения, продвижения в молодежную среду. Популяризация библиотеки как место наиболее приспособленного и комфортного для интеллектуального развития. Для этого будут организованы 7 территорий фестиваля, представляющих различные сферы культуры, искусства, народного творчества и другие. В фестивале может принять участие каждый желающий, любой творческий коллектив. Немного о спорте. Скакун Даура Агухава по кличке Абхазиан Сонг третьим преодолел дистанцию в 1600 метрах для лошадей чистокровной английской породы трех лет и старше в забеге на приз гранита 16 сентября на Павловском ипподроме, сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту. Абстный лорд Георгия Меладзе стал третьим в первой скачке среди жеребцов и кобыл двух лет чистокровной английской породы на дистанции 1400 метров. В завершении выпуска прогноз погоды. В среду 20 сентября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Атмосферное давление повышенное. Ветер слабо умеренный. Температура воздуха ночью 14-19, днем 21-26. Температура морской воды 26. Относительная влажность воздуха 60-80%. На этом пока все за развитием событий. Следите вместе с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова